привет друзья сегодня готовим мое любимое песочное тесто песочное тесто я боялась всегда боялась всегда пока не нашла для себя вот этот способ и вам его советую это просто это быстро и тесто получается великолепное для его приготовления нам потребуется яйца просто обычные яйца если они холодные ничего страшного но вам впоследствии нужно будет подогревать замес феном это не очень удобно поэтому лучше яйца оставить с вечера теплыми сливочное масло комнатной температуры его тоже можно использовать холодным но тогда здесь масса посечется из-за того что температура низкой и опять же нужно будет взять фен и подогревать массу пока она не объединиться не станет пышной тут у меня сахар чем мельче он тем лучше а тут соль отправляю сахар к яйцам туда же отправляю соль часто соль в рецептах отправляют к муке я этого не делаю потому что она не всегда расходится в тесте уже на последнем этапе лучше ее в замес отправить сразу к жидким ингредиентам чтобы там все объединилось и сразу же туда же отправляю масло сливочные комнатной температуры ставлю все взбиваться на максимальную мощность когда тесто стало вот таким вот пышным я отправляю туда муку она могла посечься то есть отделиться жир и вода это нормально это значит эта температура слишком низкая и вам просто нужно взять фен и подогреть массу либо продолжать взбивать она движение нагреется и объединиться в этом нет ничего страшного вот посмотрите у меня даже немножко вода отделяется масло рыхловатое это значит низкая температура ничего страшного я все равно ввожу туда муку и все будет прекрасно то есть мы здесь не шапочки на капкейки отсаживаем ничего страшного если основа для теста у нас немножко посеклась даже если будет много крупинок я не всегда подогреваю я иногда просто вожу муку и там все хорошо соединяется но если масло у вас было слишком холодное и она не взбилась то есть осталось прям комками то обязательно подогрейте феном потому что эти куски масла они у вас последствия будут и в тесте тоже дальше замешиваю прямо венчиком ввожу туда муку мука у меня обычная пшеничная туда я добавляю разрыхлитель и немножко миндальной муки процентное соотношение примерно 10 процентов чтобы тесто у меня было такое приятное рассыпчатое и самое главное это аромат миндаля при выпечке он великолепен и я советую всегда миндальную муку здесь использовать ну конечно если бюджет позволяет ибо другую какую-нибудь ореховую соединяю сначала на медленных оборотах чтобы меня мукой не обсыпала кстати заметьте работаю я без перчаток я всегда тесто замешиваю без перчаток потому что работать в перчатках с тестом нет смысла она все равно будет потом выпекаться и ничего страшного в этом нет а уже выпеченные полуфабрикаты готовые которые не будут подвергаться дальнейшей термической обработки я их трогаю только в перчатках так перемешиваем все на медленных оборотах миксера затем останавливаю миксер и со стеночек со дна перемешиваю не промешанную муку потому что тесто должно быть однородное делаю это обязательно жесткой лопаткой либо пластиковым скребком и теперь уже перемешиваю все на очень быстрых оборотах на максималках потому что в центре венчик у меня посмотрите не промешанная масса мне нужно чтобы она хорошо соединилась со всей всей мукой долго это тесто вымешивать не стоит то есть как только она объединилась сразу можно раскатывать или убирать в морозилку ну зависимости от того что вы дальше будете с ним делать еще раз перемешаю потому что просто вижу где-то у меня там еще масло плавает не все соединилось с мукой еще буквально 10 секунд на максималках пробью даже 5 все тесто готово к работе посмотрите какой она получается мягкая нежная сейчас постоит немножко уплотнится но я раскатываю его сразу ничего не жду из этого теста можно делать все что угодно это базовый рецепт очень вкусный его можно адаптировать под себя добавлять разные топинги какие вы хотите очень вкусно и даже если его сейчас сыром виде попробовать она великолепно кстати я для вас следующем видео готовлю один сюрприз это будет полная рецептура полный мастер-класс по моему фирменному десерту лавандовым тартом поэтому ставьте лайки подписывайтесь на канал и обязательно нажмите колокольчик чтобы не пропустить новые видео а также у меня на канале уже собрана подборка классных видосов по разным разным темам проходите смотрите ставьте лайки комментарии делитесь с друзьями с вами была анна галич до встречи в новых видео пока до встречи в новых видео пока